Не давайте деньги детям! Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-Банка, а дальше они сами. Зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Такой некорректный вопрос. Да, выскажи все, что думала. Все, все. Когда-то что за такси пошел? Коская, стоп, лица. Ты ему делала массаж. Всем привет, ребята. Вы на канале Суефа. И сегодня вы смотрите необычный формат этого ролика. А именно потому, что я в качестве ведущей, Давид в качестве участника и ребята, которые за кадром, будут комментировать происходящее. Да, да. И это, кстати, как всегда, ни у кого не украденное шоу. И называется оно Холостяк. Нет, это Давид сам сейчас придумал. Не знаю, как он будет называться. Давид будет искать себе девушку. Ну что, ребята, сейчас мы будем смотреть над тем, как Давидик найдется девушку. Да. И будем смотреть над этим всем шоу Холостяк. Мы позвали шесть девочек. Прекрасных, красивых, самых лучших девочек. Короче, я буду выбирать среди шести девочек свою принцессу, свою избранную, самую лучшую на свете девушку. Всего у нас будет пять раундов. И в конце каждого раунда Давид будет убирать одну девочку, которая не прошла. А почему нам один кроссовок? Вот так вот. Девушка, второй номер. Такой некорректный вопрос. Ну, Давид, давай. А у вас две ноги, две ноги. У меня одна нога. Но ты что, не видишь? Девушка под номером один. Здравствуйте. Здравствуйте. А чем вы увлекаетесь? Я контент-мейкер, снимаю видосики. О, это хорошо, это мы любим. Меня зовут Давид, может быть, вы знаете? Нет, Давид, они, наверное, не знают. Девушка номер три. Сколько вам лет? 17. Это хорошо. Девушка номер четыре. Сколько вам лет? 17. Девушка номер пять. Сколько вам лет? 15. Ну что, Давид, выбирай девочку, которую... Я выбираю номер два. Не потому, что у нее одна нога, а потому, что она... Я чуть-чуть постарше, короче. Предпочитаю. Ты точно любишь постарше, да? Да. Я думаю, что у тебя... Ну, все хорошо. Пожалуйста. Все. Все. Теперь я спокоен. Привет. Привет. Ну что, спасибо тебе за участие. Ты большая молодец. А теперь иди к симке. Че, давай. Давай обсуждать этого. Мадука. 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 Ну, короче, я решила прикольнуться и поставить якобы, что у меня одна нога. Ну, и получилось. Так я не за этого. Я не за этого. Все, мы так и поняли. Давид, давай оправдываться, там потом будешь. Выбирай вон следующих. Джекис, там все. Я не знаю, что делать. Лера плачет. Пойдем, пойдем, пойдем. Блин. А мы думали, здесь что-то серьезное. А учеба, это что, не серьезно, что ли? Я так больше не могу. Лер, мы сейчас во всем разберемся, не парься. В чем у тебя проблема? Я не могу понять, правильно ли я решила это дурацкое уравнение. Каждый раз разный ответ. Ай, жеза. Ну, мне тоже такое было. Так что ты не парься, потому что для таких случаев есть приложение Яндекс с Алисой. Смотри. Просто наводишь умную камеру на уравнение, и приложение показывает этапы решения. А дальше сравниваешь со своим решением. И конец мучения. Точно, я тут минус пропустила. Спасибо, Жень. Да не за что. В приложении еще много полезного для учебы. Например, распознавание текста. Не надо ничего перепечатывать. Просто наводишь умную камеру на текст, она его сканирует. А потом готовый текст можно переслать туда, куда тебе нужно. Спасибо. Пожалуйста, Лерочка. Ты же знаешь, что я всегда помогу. Спасибо, Давид. Ну да, ну да. Мы перешли ко второму раунду, и Давид сейчас, судя по... Я буду сейчас оценивать ножки. Так, ну ножки зачетные, ножки хорошие. А почему... У меня такой вопрос к четвертой девочке. Почему ты пришла в юбки, а все остальные в штанах? Ну так захотелось. Я тоже сегодня в юбочке, как вы можете заметить. Сколько парней у тебя было до меня? У меня не было отношений. Это, кстати, уважительно, на самом-то деле. Это почитаемо очень хорошо. Ну на самом деле мне все равно. Может, чуть-чуть не все равно. В смысле? Ну если у девочки там было больше 20 парней, и она там... И что? Ладно. Девочка номер три. Сколько раз ты влюблялась? Раза три-четыре, наверное. Три-четыре. Хорошо. Последняя девочка под номером пять уже получается. Как бы ты посмотрела на то, что твой парень бабник? Это про тебя, что ли, Давид? Не, не, я просто допустил. Как ты на это смотришь? Есть у разных людей разные взгляды на жизнь. У меня бы не было парня бабника. А почему? В смысле, почему? Слава богу, я тебя поздравляю. Не выбирай его. А девочка номер два. А можешь что-нибудь сказать? Что-нибудь говорю. А ты куришь? Нет. Нет. Ничего, не аж кудишки? Нет, вообще ничего. Вообще ничего. А ты занимаешься спортом? Да. Спорт это жизнь. Каким спортом? Фигурным катанием. Когда-нибудь мы с тобой выступим на телеке и завершим проект. Какой? Какой проект? Проект. Завершим. Прокатывай? Круто, договорились. Договорились. Тогда давайте такой вопрос просто в лоб. Мне просто понравилась девочка номер два по ножкам. Не знаю почему. Вот просто понравилась. Ты меня вообще видела хоть раз? Да. А ты бы хотела со мной там встречаться? Конечно, это моя мечта. Это так мило, ребят. Может, я выйду отсюда? Возможно, Роза окажется у тебя. Возможно, Роза окажется у тебя. Я хочу увидеть ту самую девочку, которая была со мной в проекте. И это девочка под номером три. Привет! Мы с тобой снимали в фильме. В фильме? В гости с будущего, да. Ты такая классная, такая красивая. Прости, пожалуйста, что так получилось. Просто я очень хотел тебя увидеть. Малыш, я ревнует. Ты меня как-то... Я пошла в токси-клуб тогда. Можешь идти сразу туда. Только не обсуждай меня, пожалуйста. У нас так все хорошо начиналось. Мир, дружи, поживачка. Скажи, что там нразь, да? Нет, нормально пойдет. Ну что, ребята, мы перешли к третьему раунду и... Я думаю, то, что эта Роза достанется кому-то и... А я думаю, что это последний ролик, в котором ты снимался. Вау! Вау, какой у тебя маникюр! А можно потрогать? Вау! Вау, какой у тебя маникюр! Вау! А у Леры круче. Девушка номер два. Отпустила бы ты меня, ну, если бы мы были в отношениях, в клуб? Думаю, что в клубе не с пацанами ты бы отдыхал, поэтому, наверное... Да! Да! Вот видите, я такого не одновления. То есть ты собственница, да? Ну, я думаю, что если бы у нас были бы отношения, то тебе бы не хотелось ходить в клуб, где есть другие девочки. Блин! Ну вот все-таки ты очень круто завернула, но это все равно недоверие. Тогда такой вопрос в последней девушке сразу же назрел. Девушка номер пять, получается, да? Четыре. А, девушка номер четыре. Он еще и считать не умеет, ребят, ну, как бы... А, вас четыре, окей. Умеешь ли ты прощать или ты мстительная девушка? Это зависит от ситуации, но скорее дачу нет. А можно потрогать руки каждой? Ребята, а что за таксил пошел вроде он просто должен был смотреть, нет? Чьи руки теплее, допустим. Ух ты, какие теплые. Ребята, он этими руками в жопе ковырялся. И что? Да были все хорошие руки, я уже не знаю, кого выбрать, реально. Девушка под номером четыре. Очень жесткая собственница, вот. И поэтому... Вообще не аргумент. Я выбираю тебя. Привет. Привет. Собственница. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами. Зарабатывают настоящие деньги в играх. И кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Ну, расскажи свои эмоции. Да, выскажи все, что думала о нем. Давид Туари. Он просто, типа, пусть засунет розу в жопу себе. Ты уже сказала. Я думаю, достаточно. Да. Оскорблений на сегодня. Спасибо тебе большое за участие. Наше королевство Крис. Ну что, ребята, мы переходим к четвертому раунду. Предпоследнему. Посмотрим, кого в этом раунде выгонит Давид. Четвертый раунд. В этом раунде ему помогут ребята, которые у нас сидят в другой комнате. Они ему будут помогать, задавать ему вопросы. Ну, а эти вопросы он будет повторять девочкам, и тем самым они ему помогут определиться с выбором. Сейчас ты должен подойти к девочке в юбке, взять ее за ручку и сказать, пошли сегодня на свидание. Пошли сегодня на свидание. Как с ним потом можно общаться? Я вообще не понимаю. Джекис, гол в ЦУЕФА. А на что? Кто выиграет, тот ведет шоу Вечерний Лайк. Погнали. ЦУЕФА, 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 ЦУЕФА. Давай еще раз. ЦУЕФА, ЦУЕФА, ЦУЕФА. Да блин. Походу, ведем вместе. Да, Давид и Симка. А мы уже АСКАРА. Новый эшкерешный сезон вечернего лайка объявляется открытым. Готовьте свои лайки. Прямо сейчас опять подходишь к девочке в юбке и говоришь, котик, какие цветы ты любишь? Немедли, быстрее, все, хватит ржать, давай, пошел, пошел. Котик, какие цветы ты любишь? Честно, мне к ребятам тоже будут вопросы, к Жене, к Милане. Скажи сейчас, Лера, заткнись. Лера, заткнись. Иди к девочке с часами и скажи, ты такая красивая. Ты такая красивая. Это не Клери, а к девочке с часами. Бабник, 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 бабник. Давид, Давид, сейчас говоришь им, девочкам, заткнитесь все. Сейчас я выбираю себе девушку. Заткнитесь все. Давай еще раз подойдем снова к девушке в камуфляже и знаешь, что ты сделаешь? Сейчас скажи так, типа, сделай ей массаж стоп. Скажи, чтобы она вытащила ноги из кроссовок и сделай ей массаж стоп. Первая девушка, могу ли я тебе сделать, как бы это странно ни звучало, но давай ближе к делу, я хочу тебе сделать массаж стоп. В носках, скажи, ты можешь в носках быть? Ну это на самом деле унизительно, пусть сделает. Ты можешь быть в носках. Ты отказываешься? Да. Скажи, котик, а можно тогда я тебе помну ручки? А можно тогда я тебе помну ручки, котик? Котик. Скажи, какие у тебя нежные руки, такие женственные. Какие у тебя нежные руки, такие женственные. Слушай, ты обезьяна, встань на место. Скажи, скажи, слушай, у тебя маникюр-то получше, чем у Леры. У тебя там маникюр-то получше, чем у Леры. Он играет с огнем. Помой потом свои руки, девочка, он в жопе ковырялся. Пусть девочка в юбке сделает тебе массаж шеи, вот, а ты оценишь это. Скажи, сделай мне массаж шеи, я хочу оценить, как бы, ну вот, как это все будет. И назови ее солнышко, любимая. И скажи солнышко. Солнышко, а у меня к тебе такой вопрос. Ты бы не могла сделать мне массаж шеи? Не сейчас. Не сейчас, потом, да? Не сейчас. Спасибо. Предложи то же самое девушке в часах. А вот кто бы мог мне сделать массаж шеи? Реально? Скажи, ой, снова эти нежные ручки. Ой, снова эти нежные ручки. Да? А теперь спроси у девочки в камуфляже, что я выберу, Катя Бэйб или Лера? И если она ответит Лера, ты скажешь, неправильно, Катя Бэйб. Делай. Девушка в камуфляже, что я выберу, Катя Бэйб или Лера? Лера. Неправильно. Терри, игры с огнем прошли. Сынание, я пошла. Все, ребятки, ну я думаю, это был очень жесткий раунд. Если что, если что, ну типа, вы понимаете, суть шоу, мы как бы... Мы делаем так, чтобы, как сказать... Иначе было бы скучно, но, ребят, типа, в этом нет ничего видного. Есть жесткие обиженки, это как бы не круто. Круто, когда ты все понимаешь и воспринимаешь шутки. Ну давайте первая девушка. Ну бывает. Она тебе массаж сделала. Извини, что так получилось. Это было бы прикол. Прикол? Ты расстроилась? Нет. Ну блин, я вижу, что расстроилась. Нет, правда нет. Если хочешь, можешь зайти, ябра. Вот ты ему делала массаж, а он тебя выгнал. Ты прикинь, как ты унизилась, блин? Да не было такого. Вот все, фу таких. Еще вот прикинь, он сейчас выбирать будет между ними. Переходим к следующему раунду. Переходим, ребята, к пятому раунду, заключительному, где он увидит двух девочек. И среди них будет выбирать ту самую. Скинь, пойдет на свидание. Давид, давай поворачивайся. Поворачивайся. Вау. Как будто неискренне, да? Тебе такой... Вау. Вот я правда вам нравлюсь? Да. Можете прямо сейчас подойти ко мне и поцеловать меня? Будьте мной. Учитесь на моих ошибках, пожалуйста. Не делайте ничего из того, что он вам скажет. Это была проверка, прости. Я очень подло поступил, это тебе роза. Вот за то, что я так некрасиво поступил. Я обидел тебя? Нет. Сильно? Да нет. Не обидел? Немножко. А Давид, я не поняла, кого ты в итоге выбрал? Который ты розу подарил? Тебя. Нет, не смешно, Давид. А, сколько тебе лет? 15. Можно? Но это уже не честно, это... Ты совсем даун, Давид. Продолжение следует...